Разгрузит движение на Минаевском мосту и сократит путь до других районов города. Новый мост через Виягу между улицами Шевченко и Смычки должен значительно облегчить жизнь автомобилиста. Транспортная артерия растянется на 220 метров в длину и 20 в ширину. Ранее на объекте возвели 8 монолитных опор. Теперь строители приступили к монтажу металлоконструкций пролетных строений. Они поставляются со специализированного завода в Улан-Удэ, где сейчас как раз работают над большим заказом. Собираем ригеля, собираем главные балки, заехали диафрагмы, сборочные бригады, заехали поперечные балки. Цех обработка сдает стыковые накладки. Мы даже отгрузили одну машину на монтаж вместе с монтажными метизами. Первая ласточка пошла. Завод в Улан-Удэ считается ведущим предприятием по производству металлоконструкций для всех видов мостов. На всех этапах изготовления продукта ведется тщательный контроль качества. Оригиналы сертификатов на металл, на лакокрасочные, на сварочные материалы хранятся в отделе технического контроля. Ну вот так, в бумажном виде. Хранятся, пока стоит мост. Допустим, мост на Свиягу. Вот мы открываем. В заказе от 327 к 333 оригиналы сертификатов мы их приобрели металлом на уральской стали. Полностью все ведет в соответствие химсоставу, механическим испытаниям, свойствам. С июля по начало августа в Ульянск привезут более 300 тонн металлоконструкции. А всего на переправе их будет порядка 900 тонн. Параллельно на мосту занимаются переносом всех сетей со стороны Ленинского района. В настоящий момент мы производим работы по погружению шпунта. Соответственно, где вы видите, кран стоит. Это подочистные сооружения. Начали работы подрядчики по выносу сетей Ростелекома и Мегафона. Также сейчас в окончательной стадии согласования проектов по выносу водопровода, газопровода здесь, по этому берегу. И метрового диаметра водопровода по левому берегу. Также на мосту красят балки и подвременные опоры, на которых будет производиться сборка пролетов. Завершить строительную часть новой переправы должны до конца года. Напомним, строительство моста ведут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».